Всем привет! Сегодня в этом выпуске вы узнаете интересные факты о попкорне. Попкорн – лакомство, любимое с детства. Оставалось сделать сложный выбор – сладкий или соленый. И вот заветный пакетик с хрустящим угощением уже в руках. Стоит задуматься, что попкорн на самом деле не так уж прост и имеет свою историю. Не все зерна кукурузы, подвергаясь высоким температурам, способны трансформироваться в попкорн. Такой сорт кукурузы один. Почему зерна взрываются? Внутри содержатся вода и крахмал. И, благодаря особому соотношению двух составляющих, вода при нагревании внутри зерна начинает кипеть. Образуется пар, повышающий давление внутри. Оболочка зерен настолько плотная, что не выпускает пар. Поэтому, не выдерживая давление, она лопается с громким хлопком, а приготовленное содержимое зерна выворачивается. Несколько тысяч лет назад древние люди тоже ели попкорн. Вы можете поверить? Они готовили его в раскаленном песке, либо золе. Позже аборигены, населявшие территорию Юго-Запада Америки, стали готовить его в глиняной посуде с маленьким отверстием наверху. В конце 19 века была изобретена специальная машина, способная приготовить попкорн в любом месте, будь то зоопарк, кинотеатр или просто оживленная улица. Попкорн считается американской национальной едой и даже имеет свой праздник. В племенах майя креативно подходили к использованию попкорна. Из него делали бусы, браслеты, вплетали в волосы целые взорвавшиеся початки маленького размера. Они были похожи на ветвь с распустившимися белыми цветами. Кинематографическая культура тесно переплетается с попкорном. Такая традиция возникла в США и распространилась по всему земному шару. Для многих поход в кино обязательно подразумевают покупку ведерка попкорна. Никого не отпугивает завышенное в десятки раз цена. Есть ли польза в попкорне? Конечно есть, ведь ни у кого не возникает сомнений по поводу того, полезна ли кукуруза. Клетчатка, которой в попкорне большое количество, снижает уровень холестерина в крови, положительно влияет на пищеварительный процесс и обмен веществ, снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Важно отметить, что эти полезные свойства несет в себе попкорн, который приготовлен без использования масла и искусственных ароматизаторов и красителей. Масло для приготовления попкорна содержит вредные ароматизаторы, а именно диацетил. Регулярное вдыхание его паров вызывает проблемы с легкими, поражая бронхиолы. Попкорн даже опасен, особенно для детей, не достигших возраста 4 лет. Чем младше ребенок, тем выше вероятность подавиться и даже задохнуться. Есть статистические данные американских педиатров, по которой попкорн является достаточно частой причиной детской асфиксии. Знали ли вы, что привычные в быту микроволновые печи обязаны своим появлением именно попкорну? В середине 20 века Перси Спенсер, американский изобретатель, обнаружил, что под воздействием микроволн попкорн взрывается. В скором времени он оформил авторские права на первую микроволновую печь в мире. В одно время некоторые торговые компании пытались использовать попкорн в виде защитного материала для грузоперевозок. Но эта идея с треском провалилась, поскольку создала проблемы в виде крыс, которых привлекало хрустящее лакомство. Более того, попкорн пожароопасен, так как очень быстро воспламеняется. Теперь вы знаете о попкорне немного больше, чем знали ранее. Если это так, ставьте лайк и делитесь этим выпуском с друзьями и родными. Им будет тоже интересно. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok